Привет, друзья! И вот, наступил тест номер 3 с замером расхода топлива на Славуте. Третий тест заключается в том, чтобы поменять ускорительный слоник двойной в одну коробку. Я уже все это разобрал, чтобы вас не томить своим разбором. Тем более, уже и так все в курсе, как это, что разбирается. Так. Я все выкрутил, но больше я здесь ничего не трогал. Сейчас я вытащу Нивовский слоник и поставлю штатный, скажем так, но два в одну камеру. Так, аккуратненько попытаюсь вытащить. Все-таки это все дело одной рукой. На резинке хорошо сидит. Сейчас поменяю руку. Видим, уже есть загрязнение в самом карбюраторе, хотя фильтр менял. Так. Есть такое дело. Стал. Отлично. И примерно хотя бы хочу посмотреть, куда будет бить струя. Ну, в принципе, отлично. Все будет хорошо работать. Думаю, никаких проблем не будет. Все, хватит. А то я сейчас налью туда бензина. Итак, поменял. Все. Сейчас все закрываю, собираю на место. И будем, прогрею двигатель до рабочей температуры. И будем выдвигаться. Итак, ребята, собрал я все на свое место. Вот ускорительный слоник. Тот, который стоял. Закинем его пока. В машину. И заведу ее, чтобы она прогрелась до рабочей температуры. Так. Сбросим сразу. Залил. Да и подостыло. Так. Смотрим, да? Холоденькая. Нагрею. Градусов, я думаю, до 60 будет вполне достаточно. Ну, а там посмотрю. Машинка прогрелась. Все нормально. Ровненько работает. Как слышим. Вытаскиваю шланг сюда. Сейчас вытащу шланг. И пускай карбюратор выпаливает все, что у него осталось. Все есть. Бутылочку с пол-литром приготовил. Выезжать буду из дому. Так что будет все честно и справедливо. Ну, не знаю. Поменял слойник. И чтобы холостыть, ничего, в принципе, пока не поменялось. Потому что ускорительный слойник, насколько мы знаем, дает только при разгоне ускорение. На то он и ускорительный. Все, машинка заглохнет. Поменяю бутылочку. В эту наберу бензин, чтобы назад вернуться. Чтоб на трассе нигде ничего не разбирать. Не подключаться. А уже домой, когда приеду, тогда уже естественно все разберу. И все на свои места поставлю. Итак, ребята. Все, машинка заглохла. Поменял ее. Бутылочку. Все, буду уезжать со двора. Сбегаешь? Сбил. Оператор на месте. Так что передаю ему в руки. Заводим. Ух ты. Да. Пустой карбюратор. Поехали. Машинка прогрета. Едем. Так, что я могу сказать. Перешел на вторую передачу, когда со двора выезжал. В принципе нормально отзывается на педаль газа. Вот третья передача. Чуть-чуть придавил. И она начала набирать обороты. То есть, как бы по динамике, конечно, мне уже больше нравится. 45, четвертая передача. 45 это километров в час. Разогнался, включил четвертую передачу. Так же самое. Все на четвертой. Вчера еще так на досуге подсидел. Посмотрел в ютубе видео. Попал на одну. Тоже замеряли расход топлива. Только таврия. Ну, в принципе, двигатель один и тот же, но кузов немножко другой. Да, у меня, как бы, скажем так, должен быть немножко потяжелее. Вот. Он проехал на одной литре 18,2 километра. Ну, у нас пол-литра. Мы по самому селе едем. Селе, селе. Так что более приближен. К правде замеряется расход. Плюс при этом когда я смотрел, он не комментировал нигде ничего. Да, была беспрерывная съемка, но какой он ехал, включал он гады, не включал. комментарий от него я не слышал. Ну, на этом ускорительном слонике, скажу я вам, динамика, конечно, улучшилась. Жеклеры, так как и были 95-165 берем первую камеру. Еще впереди машина какая-то едет как раз перед поворотом. Тихоц. Я успеваю еще и обогнать. КОНЕЦ наш добрый железный железнодорожный переезд. Мне сейчас на данный момент по динамике нравится, как машинка едет. Третье 55 разгон. Четвертое набираем 60 километров плавным образом и держим свои 60 километров. Так как на селенном пункте свыше 60 но уже явно нельзя ехать. Да и небезопасно. проехали 3 километра верно. дальнобоя позверно приехали зима конечно радует вообще на данный момент у нас какое 18 декабря 18 18 декабря сыра туман грязь никак не хочется прийти зима хотелось бы уже выехать подрифтить на попе на чем на попе нет на жигуле и так выехали мы напрямую те же самые то и красота пшеничка растет вложили ребята труд только что для нее нужна хорошая зима чтобы эту пшеничку накрыл снег пыл мороз мороз а так на голую пшеницу мороз если ударит насколько я знаю до 5-7 градусов минус она выдерживает а потом начинает желтеть просто скажем просто скажем начнет пропадать и 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 так, проехали мы 6 километров Едем дальше 65 километров в час еду Если у меня выйдет на пол-литрах 9 километров То, в принципе, менять жеклер топливный с 95 на 97,5 Я не буду видеть просто смысла Так как на двойном ускорительном слойнике Динамика, в принципе, нормальная Тем более двигатель 1.2 Ракета с нее не будет, это 100% Ну, так как бы при разгоне нормально Даже чуть-чуть нажимая на педаль газа И она, в принципе, отзывается без никаких нареканий Ну, примерно здесь 7 километров, 7,7 Проехали Так, дальше Итак, смотрим Вот уже скоро момент истины 7,8 В прошлый раз первый замер был на 7,9 Машинка идет на грузочку Потому что под горку Естественно, немножко добавляю Нажимаю на педаль газа Так, для того, чтобы держать свои 60 километров 60-65 Итак, проехали 8,2 8,3 Оп, и машинка сдохла Ну, в принципе, вот Что и требовалось доказать Есть Итак, смотрим 8,4 Почти 8,5 Но это уже докатились Было 8,3 Подведем итог Первый замер был С жиклером топливным 97,5 Ускорительный слоник стоял 45-й Нивовский Воздушный 165-й Проехали 7,9 километра на пол-литра Второй замер Когда делали Был поменян Только жиклер Топливный На 95-й Проехали 8,5 километра на пол-литра И поменяли Ускорительный Слоник При этом жиклеры Оставили Со второго замера Проехали 8,3 километра То есть Динамика Естественно На третьем Замере Улучшилась Нежели Был замер На втором Динамики В принципе Не было Но Несчастных Каких-то 200 метров В принципе Отзывается Все нормально Тогда менять Я Наверное Не буду Топливный Жиклер Пускай Так и будет 95-й Воздушный 165-й Ну В принципе Ребята Как-то так Кому Данные Замеры Тесты На Замер Расхода Топлива Было Интересно Полезно И информативно Ставим Лайки На канал Подписываемся Пока-пока Продолжение следует